Здравствуйте! Добро пожаловать в арт-кафе «Господин Ветер». После небольшой паузы мы возобновляем наши встречи, наши эксклюзивные арт-сессии и продолжаем вас знакомить с творчеством интересных, самобытных людей, людей, которые были малоизвестны при жизни. Я с большим удовольствием хочу представить гостя нашей сегодняшней программы. В прошлом актер театра Елены Камбуровой, композитор Виктор Попов. Виктор, здравствуй! Здравствуй! По традиции... Ну, сегодня у нас речь пойдет о творчестве замечательного поэта Леонида Губанова. По традиции все наши встречи начинаются с песни. С удовольствием! Отыграй, злые зимы, крышка, мат, Наступай, невыразимый шалый мат, За душою ни наследства, ни кала. Я, как Новгород, вода их колоколах, Марта, девочка затопленной Руси, Не бросай меня, открой меня, спаси. Я, как Новгород, крестами теребя, Буду зоном, буду зоном для тебя. Задыхаюсь из души, как из полотен, Плещет музыка оттаивших глубин. Наводненье есть, паденье немоты, Наводненье, дополненье судьбы. В дивный Новгород, соборов и цинкей Ходит Марта с черной бабушкой своей, Ходит с бабкою, а я дурак под смех. Реставрирую по фрескам прошлый век, Реставрирую Христа и образа, Реставрирую зеленые глаза. Плещут краски, хлещут солнцем после зим, Но наше дело с Марты на мази. Спит на башнях, с герцелузников моих, Больно страшно сердце музыки разбить. Стало мало шалой славы после зим, Вместе с Мартой жгу на чтенье керосин, А потом ее уснувшую басую, Заколдованными красками рисую. Вот и все, и зиму мат, и ночи мат, Синим полным в синих лодках плещет мат. Уезжаешь, просыпаясь, ты сказала, Ах, как жалко, просыпаясь, ты сказала, Утро чавкало и в сахар снег бросало, Мы за чайником не страшен, мир вокзала. Я старею, ты же видишь, я простыл, Там у двери мой рюкзак, мои холсты. Все сложил, упаковал белье блесну, Невозможно уложить одну весну. Ты смеялась, ты сказала, жду, пиши, Смято сердце реставратора души, За душою ни молитвы, ни креста, Они не умолили поезда. Браво! Ну, Виктор, спасибо. Леонид Губанов очень сложная, Неоднозначная фигура в литературном мире 70-х годов. Вот скажи, пожалуйста, что случилось, Что ты вдруг обратил внимание на его творчество? Это влияние какой-то определенной тусовки, будем говорить, Или это твой личный выбор? Вот ты читал-читал много поэзии, И вдруг наткнулся и сам себе сказал, ах, вот оно. Нет, это абсолютно мой личный выбор. Ну, во-первых, Леонид Губанов максимально был известен Все-таки в начале 60-х, все-таки в конце 70-х, Точнее, в 70-х уже, так сказать, потихонечку Его слава московская затухала, И он очень долго был вообще неизвестен. Сейчас, слава Богу, его уже имя в поэтической середине Только известно и широко, если в интернет заглянуть, То очень много можно найти. Я очень поздно начал писать музыку на стихи поэтов, которых люблю. До этого я занимался театром, это в 30 лет только начал. Я так предполагаю, что те поэты, которых я любил, И которые во мне жили своей жизнью, Мне кажется, когда я открыл Леонида Губанова, Открыл совершенно случайно, я ничего о нем не знал. Мне просто попали стихи, и они на меня попали 100%. То есть тогда это было мощнейшее попадание. Если очень коротко, ну вот смотри, я любил Марину Цветаеву, Маяковского очень любил, я любил Гарсию Лорку, Я обожал Поле Верлена. То есть, видишь, здесь соскочу Римника, музыка стиха. Да, 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 и проклятые поэты. Да, да, и проклятые поэты. А Леонид Губанов, вот он соединил себя и Серебряный век, Причем таких несоединимых, Он соединил себе Хлебникова, Маяковского и Есенина. То есть разные методики совершенно. Да, несоединимые в себе как-то соединил и выхлестнул. И это в меня тогда очень сильно попало. Нашло отклик. А еще, так как о нем было почти ничего неизвестно, опечаталось только лучшее, а это на самом деле, это очень тоже здорово, когда печатается лучшее, да еще говорят, вот Марта, вот это стихотворение, которое сейчас прозвучало, написано в 15-летнем возрасте. А Полина, которая прозвучит, это будет в стихотворении написано в 16-летнем возрасте. Это, конечно, било по мозгам. Думаешь, Господи, а что ж ты тогда-то написал? А еще било по мозгам, он же очень такой знаковый, культовый и немножко мистическая фигура. Еще человек себя запрограммировал, вот он ему покоя не давал, это цифра 37, и он, и причем осень, и во многих стихах он программировал и говорил, что осенью, умру осенью в 37 лет, и абсолютно точно. И вот это вот все вместе взятое, ну, наверное, еще много, ну, не позволяет нам передача говорить еще о многом-многом-многом, но это уже достаточно, что воздействие было сильнейшим, результат этого воздействия был большой цикл песен, который вот называется, как сегодня наша передача, по строчке Леонида Губанова, «Серый конь моих глаз», это было, так как я из театра только пришел, поэтому это были не отдельные песни, это была композиция, что мне просто, меня в тот период, я и в театре это отражал, а потом, когда я пришел в песенный жанр, мне это тоже волновало, мне хотелось не просто песенки спеть, мне просто на судьбе одного художника, на очень трагической судьбе одного художника, в данном случае я выбрал Леонида Губанова, показать судьбу многих-многих художников с большой пуквы, писателей, поэтов, художников, музыкантов, которые, кто-то вынужден был эмигрировать, кто-то закончил психушки, кто-то в тюрьме, а кто-то просто еще страшнее просто бросал писать и забывал про это дело. Меня тогда эта тема очень грела, и на примере одного ярчайшего примера я это показал, и это, понимаешь, это были не песни отдельности, это было, они каждый одно из другого вытекали, это была судьба в строках, но то, что у него, конечно, потрясающий филологический инстинкт, причем все природное, у него нет никакого образования, у него нет ничего, он знал только поэзию, обожал поэзию, и это его, с одной стороны, конечно, очень здорово, что он как Люиф, или Есенин, так сказать, самородок. В нем, мне кажется, два для меня. Во-первых, самородок, самородок, это вот все, что идет от такой импульс, и второе, я его для себя называю шаман. Шаман, вот это сто процентов, вот это шаман, чтобы... Ну что, может быть, по шаманим немножко? надо по шаманим, потому что его умом, умом его понимать очень тяжело, а вот... Как и в России. А вот если принимать его язык как шаманство, то это очень здорово. В 16-летнем возрасте, представляешь, он в девятом классе учился, и написал вот такое. Так еще в советское время, так еще в начало 60-х. Полина, полынья моя, Когда снег любит, значит лепит, а я, как плавающий лебедь, в тебе, не любящий меня. Полина, полынья моя, ты с диким лебедем свыкаешься, и не вдомек тебе печаль моя, что ты свыкаешься, смыкаешься, когда я бьюсь о лед молчания. Когда я бьюсь о лед молчания. Снег сыплет то мукой, то мукой, снег видит, как чернеет лес, как лебеди, раскинув руки, с насиженных слетают мест. И вот над матерьми и женами, как над материками желтыми летят курлы, и чудо горем корчатся за теплые моря в край творчества. Когда мы сердце ушибаем, и мысли лезут, словно поросаль, нас душат бабы, душат бабы, тоска, измена ложи подалась. Веганинам карты путают, их руки крепче, чем решетки. И мы уходим, словно путники в отчаянье и отрешенность. Господь, спаси меня, помилуй, ну что я вам такое сделал? Уходит из души полмира, душа уходит в чье-то тело. Душа моя, ты Талиополь, двор проходной для боли каждой. Если проститутка кашляет, ты содрогаешься, как окрит. Так начинают верить небу сгоревших глаз, сгоревших цифр. Так начинают верить небу продажных глаз, сгоревших цифр. Так опускаются до НЭПа талантливые подлецы. Их уводят по тоскухи и под тасов к обет и войн. Их губы сухо тянут, суки, планета вон их. Ветер вон, при них мы сами есть товар, при них мы никогда не сыты. Мы убиваем свой талант, как грозный собственного сына. Ну и тогда, чтоб были шелковыми, чтоб не скрылись ни на шаг. За нами смотрят балашовы с душой сапожного ножа. До нас опухших и подраненных дымящих терпких, как супы, вновь распинают на подрамниках незамалеванной судьбы. Холст 37 на 37, такого же размера рамка. Мы умираем не от рака и не от старости совсем. Мы затухаем и не сетуем, что в душу лезут с кочурбою, как ветлы над промокшей сетой. Они уж мят подолы гончаровых. Ах, бабы, бабы, век отпущен вам сперва на бал. Сперва вы, ягодка, за вашу грудь убили Пушкина. Сидела бы, баба, ты на якоре. Ой, если б знали вы, Мадонны, что к Рафаэлю шли на Пасху, что гении сидят, как вдовы, оплакивая страсть напрасно, что гении и себя не балуют, что почерк их ночами точится, что издеваются над бабами, когда не в силах бросить творчество, когда изжогой мучат дело и тянут краски и теплой плотью уходят в ночь от жены денег на полнолуние полотен. Дамазать мир да кровью вен, забыв измены сны и обеты и умирать из века в век на голубых руках Мальберта. Пари на полоня меня палитры радости, радости. ты прячешь плечики как радуга на стих мой как на сон теняя. Но лишь наклонишься ты маком губами мне в лицо опал, я сам как в сад иду на смак и мне до боли жалко баб. Потрясающая композиция, несмотря на то, что она такая длинная. Алексей, ну я приношу прощение, конечно, я эти вещи настолько редко пою. Ну, с исполнением было замечательно. Я даже заметил, как пролетело время. Написано было 15 лет назад, и, конечно, сейчас очень тяжело петь эти вещи. Вернемся к Леониду Губанову. В 46-м году он родился. Да. Москвич, да? Да, в 83-м году ушел из жизни. А что, что случилось? Почему в 37 лет человек уходит из жизни? Вот он, вот здесь прозвучала строчка «Мы умираем не от рака, мы затухаем». Вот это самое как раз... Вот это потеря энергии какой-то, да? Алексей, как ты точно сразу подметил. Вот именно строчка вот эта «Три-четверостишия», ну и кольцевая вот эта «Мы умираем не от рака и не от старости совсем». Это единственная публикация, которую сделал Евтушенко, по-моему, в юности или еще где-то. И, ну, уже были не те времена, уже Хрущевская оттепель заканчивалась, и шквал просто рецензий губительных, уничтожительных, вплоть до крокодила. А Губанов очень ранимый человек. Да как и все поэты, собственно. Ну, вообще все поэты ранимые, а у него еще для полного счастья, он не так редко бывал в Кащенко, у него психика очень тонкая, ранимая, чувственная, запредельно чувственная, и в отличие от многих других чувствных поэтов, это, то есть, еще более ранимая. И он это переживал, что его не печатают, а он внутри ощущал себя гением, это во всех стихах сквозит, он по-другому не мог. И, в принципе, многие его друзья, это очень известные люди, действительно говорят, что ты гений. И мне кажется, вот этот вот в первую очередь, конечно, мощное внутреннее у него самого внутреннее. Потому что, с одной стороны, полное ощущение, что гений, так оно и было, тут природа ему дала все для гения. А образование и вот расти, рост-то дальше, ну, надо как-то развивать дальше, мне кажется, у него не было, выхода не было. А еще, если помнить те времена, когда мы на кухне, все сопровождается водкой, и это все, у него водка, чтобы заглушить то, у него две крайности, либо туда, либо водка этой. Потом он бросает пить, бросает пить туда-туда, он спасается, он все время выживал, он все время цеплялся. То за любовь зацепится, то за это, то за дружбу. А человек, так сказать, он то наивный, как ребенок там, знаешь, там, ну вот, просто... Виктор, у нас совсем немного времени остается до конца передачи. Вот это вот все вместе взятое. Время в арт-кафе «Господин Ветер» пролетает просто незаметно. Поэтому... Его обожали женщины, его обожали женщины, и у него очень много лирических песен. Но давайте одно из грустных, но очень, на мой взгляд, одно из самых таких красивых поэтических стихотворений. Я хочу спеть. Тоску и дума не имеют те, «Господин Ветер» Не примири, господь в крови, Такая птица улетела, Достойная моей любви. И вот уже печальный странник, Смотрю на головы, Где по ночам играет грамм, Все утешительней вино. Но и вино меня печальней, Как будто бы я сиротел, Между холодными свечами Мне шепчут, чтоб не пил, А как мне петь, Когда струится Такая жалость по душе, Что был бы коль ты застрелиться, И браз для всех похорошеть, И пить, и петь, И что мне делать, не знаю, Грусть со всех сторон, Такая птица улетела, А может, это был лишь сон. Не трусы, не убийцы я, Но не хватает словно воздух скороговорки, Я твоя, горячих губ локтей тех острых, И тот неповторимый взгляд, Тот взгляд божественно послушный, Так дети в сумерках глядят, Следя за молнией, послушая, Я тоже твой, твой навсегда, Пока меня земля здесь носит, Пока в моих глазах звезда, И просить я одной лишь просьба, Храни меня ради Христа, И милосердно будь ты к боли, Моей тревоге арестант, Как блудный сын вернусь с любовью. Но похоронный звон, По сердцу рюк, Сладкий перезвон, Как будто с кровью полотенце, В то утро лживый небосклон, Нет сил ни плакать, ни молиться, Ни утолить печаль в вине, Такая улетела птица, Такая улетела птица. Нет, вот она горит в огне. Спасибо, Виктор Попов и Леонид Губанов. И Леонид Губанов. К сожалению, время нашей программы Подошло к концу. Читайте поэзию, Слушайте замечательную авторскую песню. До новых встреч. Всего вам доброго.